6 марта 1475 года в семье Бонароти Симони родился второй ребенок, которого назвали Микеланджело. Отец мальчика был мэром итальянского городка Карпезия и являлся отпрыском благородного рода. Дед и прадед Микеланджело считались преуспевающими банкирами, но родители жили бедно. Статус мэра не приносил отцу больших денег, но другую работу, физическую, он считал унизительной. Через месяц после рождения сына срок службы лодовика Де Леонардо на посту мэра подошел к концу. И семья переехала в родовое поместье, находящееся во Флоренции. Франческо, мама малыша, постоянно болела, а будучи беременной, упала с лошади, поэтому не смогла самостоятельно выкармливать младенца. Из-за этого крошечного Микеланджело поручили кормилица, и первые годы его жизни прошли в семье Каменотеса. Малыш с раннего детства играл с камушками и долотом, пристрастившись к оккультуриванию глыб. Когда мальчик подрос, то частенько говорил, что своим талантом обязан молоку приемной матери. Родная мама мальчика умерла, когда Микю исполнилось шесть лет. Это так сильно повлияло на психику ребенка, что он становится замкнутым, раздражительным и неледимым. Отец, беспокоясь за душевное состояние сына, отдает его в школу Франческо Голото. Рвение грамматики ученик не проявляет, зато заводит друзей, которые прививают ему любовь к живописи. В 13-летнем возрасте Микеланджело объявил отцу, что продолжать семейное финансовое дело не намерен, а будет обучаться художественному мастерству. Таким образом, в 1488 году подросток становится учеником братьев Герландая, которые приобщают его к искусству создания фресок и прививают азы живописи. В мастерской Гвайрландия провел год, после чего отправился изучать скульптуру в садах Медичи, где талантом юноши заинтересовался правитель Италии Лоренцо Великолепный. Теперь биография Микеланджело пополнилась знакомством с молодыми Медичи, которые потом стали римскими папами. Работая в садах Сан-Марко, молодой скульптор получил разрешение от Нико Бичеллини, настоятеля церкви на изучение человеческих трупов. В благодарность он подарил церковнослужителю распятие с лицом Христа. Изучая скелеты и мышцы мертвых тел, Микеланджело досконально познакомился со строением человеческого тела, но подорвал собственное здоровье. В 16 лет юноша создает две первые рельефные скульптуры «Мадонна у лестницы» и «Битву кентавров». Эти первые барельефы, вышедшие из-под его рук, доказывают, что юный мастер наделен необычайным даром, и его ожидает блестящее будущее. После смерти Лоренцо Медичи на престол взошел его сын Пьеро, который политической недальновидностью разрушил республиканский строй Флоренции. В это же время на Италию нападает французская армия под предводительством Карла VIII. В стране вспыхивает революция. Флоренция, раздираемая междоусобными фракционными войнами, не выдерживает военного натиска и сдается. Политическая и внутренняя обстановка в Италии накаляется до предела, что отнюдь не способствует творчеству Микеланджело. Мужчина отправляется в Венеции и Юирим, где продолжает обучение и изучает статуи и скульптуры древности. В 1498 году скульптор создал статую Вакх и композицию Пьета, которые приносят ему мировую известность. Скульптуру, где юная Мария держит на руках мертвого Иисуса, разместили в церкови Святого Питера. Через несколько дней Микеланджело услышал разговор одного из паломников, который заявлял, что композиция Пьета создана Чристофора Соулари. Этой же ночью юный мастер, охваченный гневом, пробрался в церковь и высек надпись на нагрудной ленте Марии. Гравировка гласила «Мишель Анджелус Бонаротос Флоурант Фосибат», это сделал Микеланджело Бонаротти, Флоренция. Чуть позже он раскаялся в своем приступе гордыни и решил больше не подписывать свои работы. В 26 лет Микё взялся за невероятно трудную работу, высечение статуи из пятиметровой глыбы испорченного мрамора. Один из его современников, не создав ничего интересного, просто бросил камень. Больше никто из мастеров не был готов облагородить искалеченный мрамор. Только Микеланджело не побоялся трудностей и спустя три года явил миру величественную статую Давида. Этот шедевр обладает невероятной гармонией форм, наполнен энергией и внутренней силой. Скульптор сумел вдохнуть жизнь в холодный кусок мрамора. Когда мастер закончил работу над скульптурой, была создана комиссия, которая определила место размещения шедевра. Здесь состоялась первая встреча Микеланджело с Леонардо де Винчи. Эту встречу нельзя было назвать дружественной, ведь 50-летний Леонардо сильно проигрывал молодому скульптору и даже возвел Микеланджело в ряды соперников. Увидев это, молодой Пьеросо Дерини устраивает соревнования между художниками, поручив им роспись стен Большого Совета в Палаце Векия. де Винчи начал работу над фреской по сюжету «Битва при Ангиаре», а Микеланджело взял за основу битву при Кашине. Когда два наброска выставили на всеобщее обозрение, то никто из критиков не смог отдать предпочтение ни одному из них. Оба картона оказались изготовлены так умело, что чаша справедливости уравняла талант мастеров кисти и красок. Так как Микеланджело слыл еще и гениальным художником, его попросили расписать потолок одной из римских церквей в Ватикане. За эту работу живописец принимался дважды. С 1508 по 1512 годы разрисовал потолок церкви, площадь которого составляла 600 кв. метра, сюжетами из Ветхого Завета от момента сотворения мира до потопа. Ярчайшим образом здесь выступает первый человек Адам. Изначально Микеланджело планировал нарисовать только 12 апостолов, но проект настолько сильно вдохновил мастера, что он посвятил ему 4 года жизни. Сперва художник расписывал потолок вместе с Франциско Гранакси, Джулиано Бугардини и сотней чернорабочих, но потом в припадке гнева уволил подручных. Моменты создания шедевра он скрывал даже от Папы Римского, который неоднократно порывался посмотреть на роспись. В конце 1511 Микеланджело настолько измучили просьбы жаждущих увидеть творение, что приоткрыл завесу тайны. Увиденное потрясло воображение многих людей. Даже Рафаэль, находясь под впечатлением от этой росписи, частично изменил собственный стиль письма. Работа в Сикстинской капеле настолько утомила великого скульптора, что он пишет в своем дневнике следующее, «После четырех замученных лет, сделав более чем 400 фигур в натуральную величину, я чувствовал себя настолько старым и уставшим. Мне было только 37, а все друзья уже не узнавали старика, которым я стал». Также он пишет, что от напряженной работы его глаза почти перестали видеть, а жизнь стала мрачной и серой. В 1535 году Микеланджело вновь берется за роспись стен в Сикстинской капеле. На этот раз он создает фреску «Страшный суд», которая вызвала бурю негодования среди прихожан. В центре композиции изображен Иисус Христос, окруженный обнаженными людьми. Эти человеческие фигуры символизируют грешников и праведников. Души правоверных поднимаются в небеса к ангелам, а души грешников собирает на своей ладье Харен и гонит их в ад. Протест верующих вызвала не сама картина, а именно обнаженные тела, которые не должны находиться в святом месте. Неоднократно звучали призывы к уничтожению крупнейшей фрески итальянского возрождения. Во время работы над картиной художник упал с лесов, сильно повредив ногу. Эмоциональный мужчина увидел в этом божественный знак и решил отказаться от работы. Переубедить его смог только лучший друг, а по совместительству доктор, который помог больному исцелиться. Вокруг личной жизни знаменитого скульптора всегда ходило множество слухов. Ему предписывают различные близкие отношения со своими натурщиками. В поддержку версии о гомосексуализме Микеланджело говорит и тот факт, что он никогда не был женат. Сам он объяснял это следующим образом, точные подтверждения у историков находят его романтические отношения с маркизой Витарией Колонна. Эта женщина, отличавшаяся незаурядным умом, заслужила любовь и глубокую привязанность Микеланджело. Более того, маркиза Пискара считается единственной женщиной, чье имя связано с великим художником. Известно, что познакомились они в 1536 году, когда маркиза прибыла в Рим. Через несколько лет женщина была вынуждена покинуть город и отправиться в Ветербо. Причиной послужило восстание ее брата против Павла III. С этого момента начинается переписка Микеланджело и Виттории, которая стала настоящим памятником исторической эпохи. Считается, что отношения Микеланджело и Виттории носили лишь характер платонической любви. Оставаясь преданной погибшему в бою мужу, маркиза испытывала к художнику лишь дружеские чувства. Микеланджело завершил свой земной путь в Риме 18 февраля 1564 года. За несколько дней до смерти художник уничтожил наброски, рисунки и незавершенные поэмы. Затем он направился в крохотную церковь Санта Мария де Л'Анджеле, где хотел довести до совершенства скульптуру Мадонны. Скульптор считал, что все его работы недостойны Господа Бога. И сам он недостоин встречи с Раам, так как не оставил после себя потомков, за исключением бездушных каменных изваяний. Микеланджело хотел в последние свои дни вдохнуть жизнь в статую Мадонны, чтобы таким образом завершить земные дела. Но в церкви от перенапряжения он потерял сознание, а очнулся к утру следующего дня. Добравшись до дома, мужчина падает в кровать, диктует завещание и спускает дух.